Уже традиционная Наталья Королевская в сопровождении своего коллеги Николая Скорика первым делом по приезду в Одессу возлагают цветы к Дому профсоюзов. Народные депутаты уверяют, они не дадут властям забыть о трагедии, которая произошла весной 2014-го. Кроме того, парламентарии, оппозиционеры активно следят за ходом расследования, которое, увы, на данный момент безрезультатное. Всегда приезжая в Одессу, мы с Николаем Леонидовичем возлагаем цветы здесь, возле Дома профсоюзов. И для каждого человека в нашей стране трагедия 2 мая – это большая кровавая рана, которая восьмой год, к сожалению, так и не заживает. Мы считаем, что говорить о какой-то законности, о расследовании каких-то других преступлений, если не расследованы преступления Майдана и не расследованы преступления 2 мая, то говорить об этом абсолютно бессмысленно. Следующий пункт рабочего визита Натальи Королевской – встреча с рабочим классом Одесской области. Руководители профсоюзов и представители областного департамента социальной защиты встретили нардепов с извечными вопросами и просьбами. Первое основное – это протянуть руку помощи в случае роста цен на коммунальные услуги незащищенным слоям населения. Там находятся несощущенные слои населения, в том числе и пенсионеры, георитетические наши дома интерната. Ну, вам, как министру социальной политики, известно все эти проблемы, поэтому, если, конечно же, цены будут насти, пока, к счастью, хватает осигнований, которые уделяются из областного бюджета на поддержку этих учреждений. В любом случае, в предложении роста цен, понятное дело, что обстоятельство дел будет там катастрофическое. Поэтому, пользуясь ласками народных депутатов, как принять этот вопрос на уровень страны и посодействовать с этой проблематикой. По словам Натальи Королевской, в нашей стране попросту рухнула система социальной защиты людей. Третий месяц подряд людям не выплачивают долги по больничным и декретным. Более того, чиновники фиксируют рост безработицы, а предложение о передаче пенсионного фонда в частные руки народных депутатов возмущает. Ведь люди и без того не очень охотно платят налоги, а после реформы и вовсе перестанут платить. Так вот, они хотят теперь передать пенсионный фонд, государственный пенсионный фонд в частные управления, в частные руки. Мы все хорошо с вами помним, как прошла приватизация и что оказалось. У нас 10 олигархов на всю страну и миллионы безработных. Как у нас обещают и не индексируют ни пенсии, как растут долги по зарплате и все остальное. То есть мы понимаем, отдать сегодня пенсионный фонд государственный в управление в частные руки, это просто ограбить полностью всю пенсионную защиту людей. Во второй день своего визита в Одессу Наталья Королевская примет участие в заседании Совета материи Украины, учрежденной по инициативе национальной платформы «Женщины за мир». Встреча состоится на базе Одесской юрокадемии.